Привет, друзья! В чем разница между БАДами, пищевыми добавками, и лекарственными препаратами из аптеки? Некоторые говорят, что раз БАДы не проходят такой строгой сертификации, лицензирования и проверки, значит они бесполезны. Так ли это? Давайте разберемся, что такое БАДы, какое их назначение и чем они отличаются от лекарств. И почему ошибаются те, кто думают, что омега-3 из аптеки более качественное и лечебное? Быть спортивным просто. Поехали! Итак, для начала давайте разберемся, что такое лекарство. Это препарат, главная задача которого – избавить и устранить симптомы болезни. Тут есть специальный химический состав, разработанный в лабораториях со строгими дозировками. Лекарственные средства обязательно проходят строгие клинические исследования, чтобы узнать, как они влияют на организм, какие возможные побочные эффекты и, самое главное, эффективность. Поэтому получается очень длинный и сложный путь от изобретения лекарства и до выхода его уже на полки аптек. И вы вспомните только это полотно инструкции в каждом из лекарств. Там все подробно расписано, как будет реагировать ваш организм. Мало того, так как в состав входят сильнодействующие химические вещества, продаваться лекарства могут только по лицензии в аптеках. Ну а теперь переходим к БАДам. Биологически активным добавкам или пищевым добавкам. Их делят на несколько групп, названия которых не обязательно запоминать. Первое это нутрицептики. Это питательные вещества, которые мы получаем из пищи. Например, витамины, минералы, аминокислоты и так далее. Дальше парафармацептики. Сюда относят экстракты, растения и другие вещества, которые поддерживают функции организма и уже обладают какими-то эффектами. Тут более сложные составы и сюда можно отнести, например, гинкобилоба, ашваганда и так далее. Ну и третья группа это пребиотики. Добавки, которые нормализуют микрофлору кишечника. Все то, что есть в БАДах, по сути мы получаем из пищи. И даже травки тоже жевали наши предки. Если выделить отличительные особенности, то в состав БАДов входят только природные компоненты. БАДы не лечат, ничего не должны лечить и для этого вообще есть лекарства. И следовательно, для продажи БАДов не требуется специальной лицензии. Они могут продаваться как в магазинах спортивного питания, так и в супермаркетах. Также надо сказать, что БАДы не дают какого-то мгновенного эффекта, а скорее такой оздоровительный, профилактический. Даже на самих банках указывают какие-то общие эффекты. Вот для примера, диалуроновая кислота. Написано, что важно для смазки в суставах. Ничего конкретного. Комплекс адаптогенов и тут написано, что поддерживает устойчивость к стрессам. И там комплекс АДАМ мультивитамины. Тут просто написано, что это пищевая добавка. Ну а теперь перейдем к тому, к чему можно придраться. БАДы не проходят такой строгой процедуры исследований, как и лекарства. Нету этих всех клинических исследований на тысячах человек. Но несмотря на это, они все-таки должны быть безопасными для здоровья человека. И что получается? Если нету такого строгого контроля, как у лекарств, то БАДы бесполезны? Не понял. Давайте по порядку. Главная задача лекарств какая? Лечить. Они выполняют свою функцию. Главная задача БАДов. Обеспечить организм всем необходимым для нормального функционирования всех систем, органов и так далее. И обеспечить долголетие. А это значит, что если при помощи БАДов, добавок, можно закрыть какие-то дефициты и пробелы в питании и оздоровиться, то БАДы выполняют, собственно, свою функцию. Те же витамины и минералы не могут быть лекарством в принципе. Но никто не может сказать, что они бесполезны. Без витамин начинают выпадать волосы, ломаться ногти. Без магния страдает нервная система и так далее. И даже те, которые еще не успели показать свою эффективность, на практике все же работают и, как правило, оказывают такой более широкий спектр действия на организм человека, который сложно зафиксировать. Например, многие добавки повышают настроение, помогают бороться стрессом, придают тонус, положительно влияют на эмоциональное состояние. Напишите в комментах свое мнение, что вы пробовали, что работает, а что нет. Важно отметить, что из-за того, что БАД намного проще выпустить, у них нету этих строгих процедур, как у лекарств, то некоторые недобросовестные производители этим пользуются и выпускают фуфломицины. То есть лекарства с недоказанной эффективностью. Мало того, еще и могут обладать какими-то там магическими свойствами. Поэтому сифилис присыпками не лечат. Если у вас есть какие-то болячки, пожалуйста, используйте только лекарства и только после консультации с врачом. Какие еще есть отличия между БАДами и лекарствами? Лекарства производятся из химических веществ, искусственных БАДы, как правило, из природных компонентов. Поэтому некоторые отдают предпочтение им для оздоровления. Ну и лекарства нужно пить курсами только во время болячек для избавления от симптомов. БАДы можно пить как курсами, так и на постоянной основе. Зависит от добавки. Что касается качества. То некоторые говорят, что, например, омегу-3, рыбий жир, нужно брать только в аптеке. Потому что она там более качественная и сертифицированная. Маятник, скажи, а цикловир, эта мазь, соответствует составу? Нет, другую, да? Ну, другую. Давайте другую. Так вот, омега-3 это пищевая добавка. И никогда не была и не будет лекарством. Она ничего не лечит. Например, если вы не доедаете рыбу, может быть дефицит полезных жиров в организме, нарушается баланс и приводит к нарушениям систем организма. Отсюда и польза омега-3 в такой добавке. Вы сможете дополнить свой рацион. Ну а в аптеках есть просто отдельный шкаф, на который мало кто обращает внимание, с надписью БАДы или пищевые добавки. Это не лекарство. И там стоят точно те же омеги, витамины и другие добавки, которые есть в магазинах спортивного питания. Что касается составов, то в США и Европе контролируются дозировки ингредиенты, которые входят в БАДы. В наших странах, к сожалению, есть только соответствие санитарно-геническим нормам. То есть это доказательство того, что в БАДах нету каких-то там тяжелых металлов или ртути. Поэтому хорошо бы было привести в порядок законодательство в этой сфере. Еще раз хочу отметить, что лекарства и БАДы имеют разное назначение. Лекарства должны лечить. В составе сильнодействующие химические вещества, которые должны быстро избавлять вас от симптомов болячек. БАДы помогают обогадить рацион и вернуть все системы организма в норму. Обладают мягким действием и содержат в себе природные компоненты. Большинство таких добавок действительно полезны, помогают быть в тонусе и приводят к долголетию. Самое главное это все-таки следить за своим образом жизни. И не думать, что какие-то там добавки могут скрыть все ваши косяки. А еще включайте критическое мышление, анализируйте и изучайте несколько источников, блогеров или врачей. Ну а я как обычно побегу разбирать поставки спортивного питания и БАДов в наш магазин Muscle Store. Если у вас остались какие-то вопросы или просто хотите поумничать, пишите в комментариях. Обсудим. Пока. А, если еще не заметил, что это котячье лекарство, то можешь поставить лайк. А, если еще не заметил, что это котячье лекарство, то есть 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 это котячье лекарство. Продолжение следует...